Ежедневно в отдел писем администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа поступает более 20 обращений от жителей. Всего за прошедший год специалисты рассмотрели 4 299 обращений как в письменной форме, так и личных вопросов, в главе города, которые поступали на выездных приемах, по прямой телефонной линии и на официальном сайте администрации городского округа. Если составить рейтинг популярности, то на первом месте с 40% вопроса ЖКХ. В прошлом году таких обращений было почти 1800. Специалисты жилищного отдела отмечают, что проблемы решаются быстрее, если создан совет дома. Сегодня в Ленинске-Кузнецком таких около 130. Жалоб именно идет по уборке лестничных клеток, по, допустим, очистке от снега, уборке дворовой территории, ремонту крыш. Если нет совета, жители просто, когда им приходят квитанции об оплате, они могут даже не контролировать эти расходы. Намного меньше обращений, где есть председатель совета многоквартирного жилого дома. Потому что, если возникает какая-то проблема у жителя, та же, допустим, протечка кровли или что-то, вот, некачественная уборка дворовой территории, они уже не идут в администрацию, а идут к своему председателю. Председатель совета многоквартирного дома анализирует эту всю ситуацию и потом уже от ситуации уже делает какие-то свои выводы и также общается уже с управлением единого заказчика города Ленинска-Кузнецкого. На третьем месте по популярности после улучшения жилищных условий вопрос об благоустройстве города и придомовых территорий. В 2013-м они волновали 376 ленинск-кузнчан. Наиболее частое обращение, особенно в зимнее время, касается частного сектора, а именно освещение улиц и вывоза снега. В частном секторе у нас определен порядок очистки дорог таким образом, что Уличкова должна проходить и собирать деньги, заключать договоры со специализированными организациями, если кто не в силах сами очистить свою территорию. Вообще, в принципе, до середины проезжей части и со смежными участками домов жители, владельцы частных домовладений должны производить за счет собственных сил и средств. Ну, конечно, мы идем на уступки, бывают бабушки, немощные, пенсионеры, инвалиды. Мы, конечно, по разным заявкам отправляем технику, частный сектор чистим. Ну, а тем, кто желает все-таки уличное освещение у себя сделать, то ради бога обращаться в специализированные организации наши, заключать договоры они вам сделают. Но единственное то, что установят светильник на опору уличного освещения, но проведут, естественно, на их внутридомовой счетчик. 22% обращений, поступивших в прошлом году в администрацию города, были рассмотрены и удовлетворены. 58% обратившихся получили разъяснение по вопросам. Зачастую жители города сами допускают ошибку, направляя вопрос не в ту структуру. В любом случае он будет перенаправлен к компетентному лицу, но ответ может задержаться примерно на 7 дней. Гражданин обязан направлять обращение в тот орган, тому должностному лицу, в компетенцию которого входит решение данного вопроса. Очень часто в администрацию поступают обращения в компетенцию не входящих этих вопросов, и получается, что в течение 7 дней орган местного самоуправления обязан перенаправить. Вопросы, в основном, это касается труда и занятости населения, гражданам необходимо направлять в Центр занятости. Невыплаты заработной платы необходимо направлять в инспекцию по труду. Вопросы правоохранительных органов необходимо направлять в Межмуниципальный отдел МВД России Ленинск-Кузнецкий. Вопросы регистрации граждан, выдача, замена паспорта и других документов, что касается управления Федеральной миграционной службы. И вот поэтому такие пожелания граждан, чтобы обращались именно по тем вопросам, которые входят в компетенцию в органы, которые решают данные вопросы. Уже в наступившем 2014 году в отдел писем поступило 200 обращений. Ответы на них Ленинск-Кузнецкий получит в 30-дневный срок. Продолжение следует...